Здравствуйте, товарищи! Продолжаем Skylines, наконец-то! И, в общем, у нас сегодня общественный транспорт и метро. Ну а перед этим хочу вам показать, как я тут облагоустроил, так сказать, Хилдейл. Вот, собственно, у нас появились районы. Я пока их залил частным сектором, чтобы потом можно было как-то точечно втыкать все, что мне потребуется. У нас тут, конечно, мало квалифицированных рабочих, но это такое временное явление. Здесь появилась школа, старшая школа и колледж. Единственное, только я институт здесь не ставил. Мне кажется, у нас их и так, по-моему, дохрена, поэтому в них особой необходимости нет. И новое для меня, так сказать, внезапное открытие. Это большой адронный коллайдер, который кучу бустов здесь дает. Немножко шрифт, правда, съехал, но, в общем, штука довольно прикольная. В общем, вот поставил. И что-то здесь домики хотят снестись, но это без проблем. Меня только попроси. Тут небольшие перестроения были из-за моста. В общем, вот такая вот фигня получилась. Скорее всего, я на этом не закончил. Я сюда еще что-нибудь проведу. Мы сегодня обязательно здесь подключим метро надземное. Помните, я здесь станцию ставил? Вот она, собственно. И, в общем, это... У нас сегодня по плану проложить здесь метро, продолжить здесь, так сказать, большое заселение. Господи, ну что за хрень? Смотрите. Откуда здесь арендная плата высокая, если я сюда даже сраные парки не ставил? О-о-о. В общем, ладно. Давайте это. Метро станции я уже здесь вроде как установил. Давайте сделаем то же самое на верхней части нашего большого-пребольшого крокодилево острова. Про институты, кстати. У нас же есть теперь мед и, типа, политех. И вот, кстати, технически нормально так это. Доп-крыло может тебе поставить? На. О, пять огней, там где-то что-то горит. Практически, знаете, повышает вероятность получения диплома. Давай воткнем сюда. Короче, я забыл их прокачать. Давайте это сделаем, пока я не забыл. Доп-места сюда поставим. Это же такое. Клин-медпункт и следовательские центры. Во, вот эту хочу. Блин, она, она, короче, вот поняли, да? Должна быть пришпандырена. И это тоже. Блин, тут такое место классное. Надеялся, чтобы оставиться. Ну ладно. Я не знаю, что делать с мусором. У меня тут вроде как пробок нет. Вот, посмотрите сами. Все едет, все движется, все хорошо. Да, закройся ты нахрен. Но мусоровозы сюда почему-то вот прям решительно не едут. Я не знаю, в чем проблема. Еще, кстати, я заметил, что вот здесь была дикая пробка, но сейчас она прошла. Трафик в этой игре абсолютно непредсказуемая хрень. Пробки, вот смотрите, сформировались теперь здесь. Ну, видимо, потому что идет заселение. Вот, наверное, как-то это так. И тут даже врезались. Нифига себе. Ну ладно, бывает. Так, ладно, станция. Мы хотим создавать станции. Знаете, что я еще заметил, кстати? Вот я радио-то все время вырубаю, да? А здесь классная музыка. Вот в этой радиостанции, где эти дебильные подкасты, здесь вот хорошая музыка. А вот здесь мне музыка уже не нравится. Я уже задолбался ее слушать. Вот как быть теперь, а? Я не знаю. Причем даже если ад с отрубаешь, они все равно эти подкасты включают. В общем, беда. Ладно, буду страдать. В общем, это метро. Привет. Здесь у нас будут как подземные, так и надземные станции. Вот сейчас я посмотрю, где у нас ветка идет. Блин, какой-то винегрет вот реально из всего, что только есть. Вот я вижу маршрут какой-то. Это автобусный красный. А где метро? Черт. Вот я выбрал метро, и я не вижу маршрут метро. Что за хрень? Я вижу только станцию первую, станцию вторую. Короче, он вот где-то вот здесь идет. Вот это вот поезда. Еще тут самолет перед рожей маячит. О, как не очень удобно. Вот, я вижу, они голубенькие. Вот они там внизу где-то катаются. Короче, нам потребуется станция. Значит, вот тут. Здесь. У нас же будет много веток, правильно? Конечно же, нам нужна станция рядом с аэропортом. Причем надо станцию так сделать, чтобы они... Вот я тут поставил, получается. О, как неудобно будет-то. Ну, давайте вот так организуем еще одну. Мы там поворот осуществим, и все у нас будет хорошо. Видимо, две ветки совокупятся в одну ветку, по всей видимости. То сюда хочу станцию. Хорош ты боговать-то. Ну и вот тут у нас что-то получается. Так, ну, наверное, по одной станции я сюда поставлю. Да, смотрите, эта ветка будет... Короче, я все придумал. Здесь будет станция. Значит, затем у нас будет вот здесь станция. Как раз тут у нас какая-то техническая история стоит. Я уже забыл, как она там правильно называется. Мы сюда поставим станцию. И вот сюда в финал. Вот. В конец. И сюда поставим станцию. И нам нужна еще вот здесь где-то остановочка. Вот тут, например. Я бы на самом деле еще упоролся бы, поставил сюда. Но здесь у нас вода, поэтому я не уверен, что я смогу под водой эту станцию провести. Поэтому я не буду проводить эту станцию под водой. Давайте создавать линии. А, не, подождите. Линии рано. У нас тут внизу стоят вот раз. И, по-моему, где-то я еще стоял. Вот два надземные эти станции метро. И я, наверное, сейчас вот здесь все-таки сделаю надземные. Или оставить подземные. Где-то надо под землю будет заковыряться, чтобы там это дело все подключить. Или вообще забить на верхней стороне, не делать надземного метро. Давайте я пока забью. Потом посмотрим. Короче, нам надо, значит, вылезти снизу. Вот у нас тут есть ветка метро, которая уезжает в наш этот замечательный, ну вы поняли, промышленный район. Который я, кстати, сегодня тоже подключу обязательно. Я все забываю. И нам надо вылезти вверх. Ну, в общем-то, мы вот здесь вылезли вверх. Сейчас я подумаю, как можно все это дело подключить. Ну, предположим, мы сделаем... Да, давайте вверх поедем, вот. А то мне эти подземные виды уже не нравятся. Есть только одна проблема. У метро невозможно сделать... Как это называется-то? Переезды. Вот. Хотя, я вот не знаю, вообще такое существует в мире, переезды метро. Наверное, не особо. Ну, короче, начнем, наверное, со станции. Вот у нас станция. И наша задача подняться наверх. Над этой гребаной дорогой. Ну, я надеюсь, что поезда справятся. 10 градусов-то подъем, надеюсь, им понравится. И дальше, значит, мы прикручиваемся к шоссе. Сейчас я сделаю здесь прямую линию. Ну, вроде прямая, да. И вот где-то здесь у нас поедут поезда. О, смотрите, они даже... Как круто, а? А она даже над переездом железнодорожным делает себе вот так. А вот тут как мне присосаться? Ха! Вот это будет интересно. Ну-ка, давайте вот так. Вроде присасываюсь. Я хочу, чтобы она повторяла. Что-то там вообще-то творится непонятное. Ну, короче, она должна быть над дорогой. Все, тут и точка. Где у меня оно приблизительно поднимется? Вот здесь. То есть мы, короче, дальше. Должны проехать чуть-чуть прямо. Вот сюда, а потом повернуть на вот эту дорогу уже. Вот так вот, по этой дороге мы движемся прямо. Здесь мы с нее съезжаем и выходим, значит, вот сюда, скорее всего. И тут мы ее должны соединить вот с этой веткой, которая сейчас, походу, уедет вниз. Я надеюсь, я смогу ее там провести? Наверное, не смогу. Давайте 20 метров сделаем тогда. И будет у нас что-то вот такое. Вот такое. А дальше, собственно... Наверное, я ее далековато поставил. Хотя сейчас посмотрим. Да не, не так уж и далековато. Нормально получается. Немножко скривилось все тут у меня. Надо обычным поворотом было делать это. А я опять тут хрень какую-то организовал. Организовал. Так, 20 метров. Вот так. И вот так. Вот. Это у нас, собственно, заезд будет на эту сторону наверх. И нам теперь надо вот от этой вот веточки сделать пересечение и внедрение вот в эту веточку. Вот так вот. Замечательно. Таким образом, они и обратно смогут вернуться по этой ветке до депо, например, да? И, в общем, будут кататься, чувствовать себя прекрасно. Вообще, в идеале бы закольцевать, но да ладно. Так, вот здесь у меня есть небольшая проблема. Сейчас попробуем прям мостом здесь сделать небольшой этот. А ну, что ты бесишь меня? Это дорога. А как я так на дорогу переключился? Вот я молодец, конечно. Давай, метро. Поедем, значит, прямо. Что-то на угол них. Вот 179 и все, хоть убейся. Ну, ладно. 179, пожалуйста. Что-то не очень получается. Вот так, что ли? Да, вот так нормально. Вроде, вроде ровненько. Вертушки тут у меня летают. Причем это, по-моему, полицейский вертолет, да? Да, это полицейский вертолет. Класс. И я не знаю, что такое. Вот. О, он, кстати, сейчас хорошо выглядит. А то, знаете, лоды опять проваливаются. Я не знаю, с чем проблема. В общем, разрабы что-то явно нахимичили. Так, теперь давайте с этой станцией разберемся. Тут у нас тоже, видите, какая ситуация. Вот жалко, что нельзя делать такие, знаете, как монорельсовые, что ли. О, я опять пытаюсь дорогу провести. Кстати, монорельсовые станции было бы, как это правильно сказать-то, господи. Надземные станции, которые висят в воздухе. Вот я сказал, я молодец. Так, давайте наверх тоже где-то 9. Ну, 9 нормально меня устраивает. Теперь нам надо совершить поворот. Вот такой. Выехать на это шоссе. И мы, значит, по нему отправляемся сюда. И нам надо будет прицельно воткнуться в эту станцию. Что-то слишком резкий поворот. Куда ты там поворачивать собрался? Ты че? О? О! Он говорит, что ему здесь не нравится жить. А так нравится тебе жить? Вот так ему нравится. Придется по маленьким, маленькими кусочками такими простраивать. Что-то она, вот видите, опять говорит, резкий поворот у нее. А так уже не резкий. Видимо, из-за напор, который там... Как они, кстати, вообще стоят-то? Нормально хоть? Вроде нормально. Вообще надземное метро это будет классно. Мы хотя бы паровозики увидим. Я вот... Почему я не люблю все эти подземные истории? Потому что я не вижу, что там происходит. А мне бы хотелось очень сильно видеть, что там происходит. Так, сделаем здесь подъем опять 9,7. Вот такой вот. Затем мы совершаем поворот на вот эту дорогу. Вот такой. Странный он, конечно, получился. Зачем это искривление нужно? Мне кажется, что оно не нужно. Давайте попробуем 180 где? Вот тут. И потом, значит, где-нибудь вот тут. И вот так. Ну, немножечко она пойдет не прямо четко под шоссе. Над шоссе, простите. Ну, вообще-то тут, да, неровно получилось. Сейчас сделаем ровно. Вот. Теперь мне нравится. Или не нравится. Слишком резкий поворот. Ой, сегодня я такой прям перфекционист во мне поет. Песню какую-то интересную. Ну, найди мне направляющую-то. Что-то песня не очень пошла. Ну, предположим. Ладно, давай. Ну, вот так уже получше. Да, как-то нормально, поприятнее выглядит. Окей, значит, здесь мы соединили. Теперь поехали дальше. Тут уже проблематичнее будет. Но у меня есть план. У нас тут, как вы видите, есть дорога, по которой, теоретически, можно будет пустить надземную ветку метро. И мы должны куда-то вот где-то здесь ее придется углубить. И каким-то образом в эту ветку, которая здесь пойдет уже под землей, вогнать. И единственное место, которое я сейчас вижу для углубления, это вот это, например. Потому что, если мы посмотрим под землю, у нас тут вот две станции. И в идеале бы, конечно, где-то вообще вот здесь убраться. Ну, сейчас, короче, будем разбираться. Давайте сначала до сюда доедем, а там уже посмотрим. Вот, значит, подниматься надо у нас тут. Можно мне, пожалуйста, над землей видеть что-нибудь? Я нихрена не вижу. Зачем эти квадраты показывают мне в режиме строительства метро? Очень странно. Ну, ладно. Так, 10 метров. Давайте тоже плюс-минус 10 градусов сделаем. И теперь нам нужна кривая, которая вот на эту дорогу нам линию метрополитена сделает. Там какие-то дома, скорее всего, построятся в будущем. Но пока меня это особо не интересует. Сейчас надо совершить красивые повороты. Вот здесь. Затем прямо сюда. Неверная форма. Да, видите, далеко нельзя прокладывать. Нужно... Я что-то, что-то я там, да, не то сделал. Нужно такими отрезками прокладывать линию метро. Иначе она плохо себя чувствует. Видимо, скорее всего, дело в опорах. Они там как-то багуются. И получается не очень красиво. Ну, давай, автосейв. Кстати, должен... Должен вам, это, похвастаться. Автосейв спас мне жопу. Потому что, когда я делал Хилдейл, он взял... Ага. Тут вот крыши, мать их. Здесь у нас крематорий, чтобы вы понимали. И мне кажется, что если я до сюда доеду, я тоже никуда не уеду, да? Грустно. А если я так сделаю? Это резкий, да? Дико резкий поворот, мне кажется. Ну, давайте, я хочу. Слушайте, мне нравится, когда эта хрень идет над дорогой. Следовательно, мы делаем вот такую хрень. Вот где-то до сюда. Вот так вот. И вот такую хрень вот сюда. Я немножко вот так вот. Пострадают, конечно, здания. Но это же будет офигенно. Прикиньте, метро над дорогой. И сейчас я попробую что-то придумать с углублением. Ну, допустим, вот здесь у нас будет центральная точка. И тут мы углубимся на 20 метров вниз. И уклон 10. Вот так вот. Теперь надо все это дело соединить. Я думаю, что прямо отсюда. Тихо, какие 20? Ты что, обалдела, что ли? Вот, леди и джентльмены. У нас есть углубление вниз. Понятно, что потом, когда здесь все застроится, будет уже выглядеть прикольно. И смотрите, что происходит. У нас тут тоже идет ветка. Как это все совместить поприкольнее, а? Я не знаю. Ну, ладно. Короче, погнали строить под землей. Над землей практически все готово. Надо будет сделать здесь тоже где-то отвертку, которая поедет уже в этот самый... Ну, вот сюда. У нас тут, видите, тоже станция есть. Так что еще тоже есть чем позаниматься. А пока давайте под землей развлекаться. Вот. Начнем, наверное, с этой линии. И ее проделаем, так сказать, правильно. И потом уже все остальные будем развлекаться. Короче, тут прямо. Мне нефиг даже придумывать. Потом поворот сюда. Потом поворот сюда. Что произошло? О, господи. Я что-то не так сделал, походу. А еще я нашел горячую клавишу, которая переключает удаление внизу и удаление вверху. Это пейджап и пейдждаун. Так же, как высоту менять. Если вам интересно. Вот я вам рассказал. Секретную информацию. Так, теперь нам надо в эту остановочку и в эту остановочку. Вот мне кажется, они тут слишком часто идут. Да? Вам так не кажется? Я надеюсь, что не часто. Я, по-моему, не тем инструментом работаю. А я думаю, что у меня не так? Что у меня фигня какая-то получается? Да, мне надо было вот этим инструментом работать. Ну ладно, там, в принципе, не сильно плохо получилось. Вот. Так. Это соединена. И теперь у нас вот здесь вот последнее соединение. И я очень надеюсь, что поезда смогут разворачиваться на конечных станциях. Я, конечно, могу упороться и закольцевать все это безобразие. Но мне бы хотелось, чтобы они просто назад уезжали и нормально у них все было. Понятно, что тут будет использована только одна остановочка. Но в целом проблем быть особо не должно. Так. Вот здесь у нас ситуация какая. Мы должны вот отсюда повернуть вот сюда. Причем только в одну сторону. Потому что нам в обратную ехать не придется. То есть сюда будет один какой-то поезд или два таскаться. И сюда несколько поездов. И это у нас станция. Она должна вот где-то здесь повернуть на этом шоссе. И поехать вот сюда. Вот в эту станцию. Там еще есть? Есть. Поехали. Вот типа того. Так. И у нас еще получается две ветки. Здесь у нас все соединено. Но это у нас поезда, насколько я помню, идут. Да, это поезда. Это лучше не трогать. Причем они, кстати, соединены с аэропортом. Сегодня столько маршрутов будет охренеть вообще. Надеюсь, это как-то уменьшит мой кребаный трафик. Задолбал он меня уже, если честно. Ну, ладно. Значит, с кольцевой. Нам нужно вот здесь вот сделать пересечение. Пересечение, леди и джентльмены, у нас происходит. Ну, давайте минус 30. Я надеюсь, она не присосется, если будет минус 30. Присосалась. Вот падла. Так, тогда подожди. Минус 30 делаем. И где-то вот тут. Вот. Потом минус 20. И вот сюда в эту станцию приезжаем. И вот тут нам надо организовать тоже минус 20. Какой там уклон? Где уклон? Не вижу. А, уклон нормальный. А почему так? Ну, ладно. Я не против. В общем, это здесь вот сюда поворот. И здесь вот сюда поворот. Конечно, под землей фиг проверишь. Красиво там они поворачиваются. Или некрасиво. Но вроде бы поворачиваются. И это хорошо. Значит, вот у нас с кольца можно уехать будет на эту ветку. Теперь, значит, мы тут должны сделать следующие телодвижения. Вот отсюда мы поедем сюда. И можно, в принципе... Ну, да. И она должна сюда приехать. Все. Я вспомнил, как это должно быть. Тогда получается с этой ветки... А нужен ли мне выход с этой ветки? Наверное, нужен мне выход. Ну, короче, я ее сейчас соединю. А там уже будем развлекаться. Значит, здесь у нас опять идет небольшой тоннельчик. Который можно объехать с этой стороны и с этой стороны. Я вот думаю, с какой лучше это сделать. Наверное, с этой стороны. Да. Вот здесь делаем небольшую прямую. Чтобы потом в нее воткнуться. Тут у нас поворотики. Вот. Теперь здесь поворотик. Наверное, они слишком часто идут, эти станции. Ну, я надеюсь, что оно как-то вот будет себя чувствовать хорошо. Так. Теперь вот тут поворотик будет. И вот тут будет поворотик. Вот сюда. Вот. Таким образом, по этой ветке они с кольца могут съезжать сюда. Тут нормально я сделаю. Я еще ничего здесь не сделал. Вот опять забыл. Вот, блин. Сейчас. Я на всякий случай делаю и туда, и туда. Мало ли, в какую там сторону они захотят поехать. Поэтому, чтобы не было проблем. Так вот, идея в чем? Они, значит, на эту ветку выезжают. Здесь остановочка. Здесь остановочка. Потом поехали по общей ветке. И уже потом вот сюда на среднюю уходят. И все у них должно быть хорошо. И следующая веточка у нас, видимо, она будет вот тут вот. Да, что бы нет-то. Соединяем ее тут. Соединяем ее тут. Я не знаю. Мне, наверное, потребуется еще не одно депо. Но, а что делать-то? Поездов, короче, не хватит. Понимаете, в чем проблема? Так. Соединили. Поехали дальше. Мне кажется, здесь еще одна станция нужна. Да, дайте я построю. Ну, предположим, вот здесь. Да, и как раз они там еще один перегон. И можно было бы еще одну станцию вот здесь запердолить. Но мы, наверное, не будем так делать. Мы это... Хватит им тут станции. А то совсем уже обнаглели. Метро им подавай, крутое. Вот сюда. И вот сюда. Вот. Здесь ветки практически готовы. Все там выйдет-выедет, по идее. Я в этом плане не должен был обосраться. Можно еще даже ее до вот этой конечной довести, чтобы она просто там людей, если что, подбирала. Вот как-нибудь ее где-нибудь вот тут вот с ней соединить. Пускай она будет здесь на конечной станции останавливаться и будет хорошо. Так, теперь нам надо... А, кстати, забыл я про эту сторону, про эту сторону. О, какой я молодец. Я поставил станции после... Короче, мне надо еще больше станций. Сейчас мы этим займемся. Вот сюда хочу станцию. Смотрим. Как мне удобно картой пользоваться, ребята. Ужас вообще. Так, вот здесь станция должна быть. Привет. По центру у нас станция должна быть вот здесь где-нибудь. Ну, в любой стране там пешеходных переходов полно. Перейдут как-нибудь. И нам нужна станция где-то вот здесь. Ну вот, в принципе, я доволен. Теперь смотрите, что получается. Вот у нас есть ветка, которая идет... Вообще, надо, наверное, их вообще все удалить. И заново... Ну, тут не все, а знаете что? Вот центральный мы трогать не будем. Это вообще не метро. Вот метро. А, так у нас пока кольцевые только и ездят. Тогда я спокойно сейчас переделаю эту железку. У нас тут, видите, вот приход в кольцевую, он немножко через жопу сделан. Поэтому его надо удалить. Вот этот вот перегончик мы удаляем. Да пофиг, давай до конца. Сейчас мы его соединим тут по-умному, как надо. Вот с этой станцией в первую очередь. А во вторую уже вот тут вот. Короче, они вроде соединились. Все нормально. Теперь надо сделать выходы на все остальные ветки. А что произошло? Произошла разница высот. Как прекрасно. А я думал, оно соединилось. А оно, оказывается, вот здесь соединилось, а там нет. А где так оба... А, у меня минус 30 метров. Ну, давайте, да. Это мой косяк. Не заметил. Надо минус 20. Вот теперь все хорошо. И вот тут все хорошо. Вот теперь нормально соединилось. Теперь, смотрите, мы должны... Во-первых, у нас вот здесь сразу станция вырисовывается. Между прочим. И... И... Ага, ну вот они вот сюда могут уехать. И здесь у нас еще есть станция. Но делать эту станцию конечный, наверное, полный идиотизм. У меня еще вот тут станция есть. Тут либо еще одна ветка нужна. И да, скорее всего, здесь еще одна ветка нужна. И мы сейчас сделаем вот здесь остановочку. И вот здесь остановочку. Блин, я хочу под землей посмотреть. Включи мне подземный вид. Господи. Ну, я же ставлю станции метро. Вот видите, так удобнее. Прямо когда ты видишь эти гребаные станции, ты хоть понимаешь там, что происходит. Вот эта станция уже, в принципе, не нужна. Она слишком часто идет. Вот у нас тут есть станция, тут есть станция. Дальше мы вот в эту вот железку вкорячиваемся. И все у нас хорошо. Да. Я просто сразу пытаюсь продумать, какие у меня будут эти... Как они называются? Ну, господи. Маршруты 180 вот сюда. Затем, значит, мы делаем тут поворот. И поехали вот в эту станцию. Так. Теперь сюда. Ой, подожди, где там 180-то? А то эта привязка прыгает туда-сюда. И нам надо вот сюда. И на всякий случай я сделаю им вот тут соединение. Ну, чтобы мало ли, что мне там захочется. Я ж такой, как захочу что-нибудь. Все, меня хрен остановишь. Прекрасно. Теперь нам надо сделать тут... Пускай они все будут сначала выезжать на кольцо. Там я не думаю, что будут прям дикие пробки. А потом уже будут разъезжаться по своим веточкам. Следовательно, у нас вот здесь будет веточка. Вот. Сейчас мы в нее приедем. Вот отсюда. И на всякий случай вот отсюда. Рисковато, да, получилось? Согласен. Вот так пусть будет поположе. Теперь нам надо будет сюда приехать. Что-то тоже, по-моему, хрень какая-то получилась. Из-за домов не видать. Почему нельзя убрать все, что находится выше над метро? Непонятно. Так, тут соединяем. Сколько там стрелок? Мне кажется, нам в тоннелях так атмосферно смотрелось бы все это. Но, к сожалению, тоннели мы посмотреть не можем в этой игре. Надеюсь, что пока. Потом, может быть, сможем. Вот. Я что-то удалил. Причем я удалил это над землей. Короче, надеюсь, оно там перестроится. Да, господи, что с тобой не так? Мышку буквально чуточку шевелишь, и происходит говно. Так, здесь есть веточка. Давайте ее продлевать. Вот сюда. И вот еще одна станция тут у меня есть. Что-то там мешает, по-моему, энергия, да? Ах ты, какашка. Успеем уехать? Успеем. Теперь поднимаемся. Видите, здесь еще эти коммуникации прям. Ну, это классно, на самом деле. Вот вся эта логистическая заморочка. Вот тут у нас, видите, какая проблема? Вот интересно. Станция сама построилась ниже, или эта хрень построилась выше? Непонятно. Давайте я переключу песенку, а то там опять они болтать начали. А, я забыл адс вырубить. Да, я только подумал об этом, но вырубить забыл. Вот я молодец. Все, здесь все есть. Тут теперь давайте соединяться. Вот так вот. Дальше нет. Это, получается, у нас будет конечное, потому что здесь у нас, видите, надземное метро. Но, опираясь на впечатление от того, что я здесь вижу, я бы ее поднял. О, вот тут вот. Вот, смотрите. Прям вот я бы ее поднял, понимаете? Я бы и так ее поднял. Охренела бы она. Или даже вот отсюда бы я ее опустил. Минус 20, вот где там, минус 10. Можно мне? Спасибо. Вот. И, короче, почему бы нам ее не воткнуть в эту ветку? А что бы? Нет, это было бы прикольно. Согласитесь? Вот, опять надземное метро понеслось. Ну, я не могу, мне нравится. А что случилось-то? Объекты перекрывают друг друга. Как они так перекрывают, интересно, если у нас здесь уже все построено. И интересная ситуация. Видите, да? Не могу ничего сделать с этим поворотом. Ну, окей, я тогда сделаю вот так. И мы ее, допустим, соединим с этой. А потом я придумаю, где там мы съедем. Вот это будет вообще прикольно. А можно мне вниз-то? Смотрите, как офигенно выглядит. Вообще огонь! Я бы здесь жил. Черт. Я, когда буду делать финал этого сезона, сделаю какой-то клип со всякими там пролеточками. Как вообще пупики тут живут. Мне кажется, это будет смотреться максимально атмосферно. Вот. Все. Есть у нас выход на надземное метро. Значит, они тут повторяют эту ветку. Вот. И надо ее будет куда-то убрать. Сейчас я подумаю, куда ее убрать. Я бы ее убрал где-то вот здесь. И соединил вот с этой веткой. Ну, короче, сначала давайте под землей сейчас доделаю все. Ну, где ты? И это у нас получается... А! Кстати, можно ее как раз сюда и убрать будет. Да. То есть она выехала, на этой станции встала. Где-то вот здесь я сделаю поворот на вот это шоссе. И мы с этого шоссе уедем под землю. Вот это я, конечно, проектатор. Полный проектатор. Мы что там? К чему присасываем? О, к станции. Замечательно. Давай. 10. Минус 20. Вот. А минус 12 получается около 1. Но никто не заметит. Понимаете? Это же все под землей происходит. Так что никто ничего не увидит. Никто не услышит твой крик. Вот. Теперь сюда, сюда и вот сюда. Вот. Только надо как-то получше сделать. Говно какое-то получилось. Вот так вот надо. Вот. Поположе поворотик. Понимаете? Соединяем ее. Тюрьмя реально целая система надземного метро. Ну вот как хочется, чтобы разрабы дали мне вот. О, это беда. Ау. Слушайте, ну мне это не нравится, если честно. Прям совсем некрасиво получается. Сейчас попробую поправить. Насколько это возможно. Так. Может быть ее тогда не пускать над этим, над этой дорогой, а где-то вот здесь ее воткнуть. Я думаю, что да, это правильно будет. Так. 10 метров. Соединяем. Подводим ее сюда. Вот так вот. И пробуем сделать максимально успешный поворот вот сюда. Во. Да, вот так получше будет. Они тут будут сталкиваться, слетать с рельс, переворачиваться. Ладно, это не происходит в этой игре, но все равно было бы клево. Так. Где я хотел еще подняться? Ну, вроде я все сделал, да? Тут она, значит, поднимается. Одна остановочка опускает. Что у нас еще там по станциям получается? Вот эту еще не соединил. Давайте это сделаем немедленно. Вот. Подземный вид всегда поможет мне. Ну, где ты там? Дай мне направляющую. И какие-то дома просто рандомным образом берут и сносятся. Я не понимаю, как это работает. Но зато я, знаете, что понимаю? Мне еще хотелось бы как-то сделать с этой стороны углубление вниз. Но я, наверное, не буду упарываться по этому поводу. Это, мне кажется, будет немного идиотская история. Так, тут соединено. Проверяем, значит, все ли у меня станции подключены. Вроде бы все. Тут я все сделал. Все перекрестки, переезды. Можно, по идее... А! Вот сюда я еще не провел. Да, вот это важно. Сюда надо провести. Значит, смотрите. Вот мы тут, значит, поднялись. И нам нужно 10-метровый мост, который подъедет... Сейчас я подумаю, как он подъедет вообще. Рядом с железной дорогой его пущу. Потому что это прикольно. Вот. А здесь он у нас чуть-чуть закругляется. И вот здесь он у нас полностью опускается в эту остановочку. Вот. Теперь тут мы это делаем. Съезды, заезды. Я пока не понимаю, откуда и куда они поедут. Но я точно знаю, что они нам нужны. Два. Прекрасно. Вот. А здесь мы сделаем обратку. Да. Смотрите. Можно это сделать мостом, как я делал это в промышленном центре. Вот здесь сейчас покажу вам. Я тогда делал здесь двойную. Но потом решил, что она будет однополосная, однопутная. Здесь я, наверное, не буду ничего переделывать. Пускай они уходят задом просто. Видите, здесь есть стрелка. Вот. И они, по идее, задом уедут. Не будем городить здесь вот эти всякие кругляшки. Мне кажется, что этого будет достаточно. Ну и все. Приступаем к выполнению самого интересного. Маршруты. Вот. Да, это будет сложно с таким видом. Но я попробую. Значит, давайте сделаем сразу же маршрут, который поедет вверх. Вот они, значит, сюда поехали. Вот сюда они, значит, едут. Вот тут у нас будет первая остановочка. Я надеюсь, что это правильная остановочка. Дальше они едут вверх. То есть поверху, вернее. Вот у нас будет еще одна остановочка. Поехали, поехали. Мне кажется, сюда надо было добавить еще одну станцию над дорогой где-то. Ну ладно. И поехали в Хилдейл. Вот сюда прибыли. И поехали обратно. Вот. И это вот сюда надо сначала, да. Что-то я перепутал. Вот на эту станцию. И теперь на эту станцию. И теперь. Вообще, в идеале бы их, конечно, развернуть. А можно депо как точку маршрута задать? Нельзя. Хо. Тогда. Тогда. Тогда я в жопе. Я не ту станцию указал. Вот эту надо тогда. Все, теперь маршрут, по идее, зациклен. Да. Должен быть. И мы сейчас увидим с вами первый составчик. Посмотрим, во-первых, на составы. Это вот на маршруте у нас 6 поездов. Кстати, давайте я изменю там не по 3. Там же у нас было по 2 изначально. Я потом сделал по 3 поезда метро. Я хочу, чтобы у нас было, в общем, по 2. Потому что с учетом того, сколько поездов сейчас выкатится на линию. Ну, вы поняли, да? Не хватит у меня мощностей. Вот, пожалуйста, 2 поезда мне туда и туда. А ты будешь выезжать-то? Где мой паровозик? Линия создана. Выезжай, тварь. Так. Это у нас будет Хилдейл. Я поезда все еще не вижу. Кстати говоря. Давайте сделаем оранжевым, как цвет бусти, так сказать. Перекрашиваем мышечкой паровозик. Вот он пошел. Так я хотя бы буду понимать, что куда едет. Ну и все. Сейчас мы его увидим в надземном режиме. Я прям хочу на это посмотреть. Мне очень хочется увидеть. Давай. Заодно мы, кстати, сейчас проверим, проследим за ним. И посмотрим, как он задом будет сдавать. Будет ли он это делать, в принципе. И сколько у меня поездов на маршруте? Должно быть 2. 4? Уэээу. Ну вообще, наферное, они правы. Потому что, ну, дорога-то как бы не близкая. А и скорость у него, я бы не сказал, что супервысокая. Вот машина, вот поезд. По идее, метро должно быть мега-быстрое. Ну ладно, тут у него все хорошо. Почему-то как будто вагоны разноцветные. Этот супер оранжевый, этот желтый. Ну ладно. Такой прикольный маршрутиц получается. Давай, показывай, как ты красиво едешь. Над дорогой. Звук у него тоже прикольный. Это максимальная скорость, если что. Я быстрее не могу. Вот то, что я хотел видеть. Паровозики над дорогами. Класс. Вряд ли здесь сейчас будут люди. Но я буду долго ржать, если реально будут. Будут люди вообще здесь? Нет? Комфорт 58. Пассажиров один. Кто-то уже хочет ехать? Это клёво, слушайте. Это офигенно. Так, Депо, иди сюда. Рассказывай. 10 поездов на линии. Из 15 возможных. И это при том, что я ее уже прокачал. То есть, чисто теоретически, опираясь на эту ситуацию, я думаю, что вот здесь мне еще одно Депо понадобится. Либо Депо вообще в другое место куда-то ставить. Это мне поездов не хватит, понимаете? У меня линий до хера. А поездов мало. А почему тут всего 15 поездов? Что за дискриминашн? А, вон паровозик ходит. Смотрите, как классно. Что-то он зеленый. Перекраситься. Этот уходит, этот приходит. Все нормально. Короче, какой-то там пассажир поехал, это прекрасно. Давайте новую линию сделаем. А это уже будет сложнее. Значит, вот они тут опускаются. Можно мне сразу... О, слушайте, можно через пейдждаун нормальный вид сделать сразу же, чтобы не париться. Короче, значит, мы поедем вот куда. Это у меня тоже надземное метро, которое, по идее, вот отсюда начинается. Значит, здесь оно... Нет, оно не надземное. Это просто веточка. Просто веточка. Просто делаем ее красиво. Вот. Раз, станция. Два, станция. А че ты? Не соединилась. Че, у меня косяк тут с железкой опять? Нет, она вроде тут есть. Какая-то херня. А, это был... Это был глюк. Она не успела понять, что я сюда еду. Окей. Надо подождать, чтобы она ее продумала, эту линию, и потом только поедет. Теперь обратно. И вот сюда. Или подождите. Слушайте, здесь какой-то баг. Надо, короче, ее заново строить, походу. Я вот думаю, на кольцо и надо выезжать. Наверное, не надо и выезжать на кольцо. Просто пусть катается туда-сюда, и все. Значит, еще раз. Вот отсюда. Вот досюда. И досюда. И теперь обратно. Во, все, огонь. Так, смотрим сразу на линию. Это у нас будет... Ну, тут уже надо название, по идее, давать. Но это будет центральная... Центральная-южная, например. Да, если смотреть отсюда, то внизу, по идее, юг. Поэтому центральная-южная, вот, линия существует. Поезд там один, и это меня полностью устраивает. Цвет мы ему дадим такой же примерно, как вот у остальных поездов, голубой. Мы его все равно не увидим, поэтому пусть катается. Так, у меня остается в запасе еще шесть поездов. Продолжаем создавать маршрутики. Теперь меня интересует вот этот маршрут. Тут у нас сколько получается станций? Раз. И что, все, что ли? Или я хотел... А, я хотел, наверное, здесь сделать кольцо. Да-да-да-да-да. Ну, хорошо, тогда поехали. Это у нас будет, значит, первая станция. Остановочка. О, это будет длинный маршрут, кстати. Прям прилично длинный. Теперь мы ехаем вот где там у меня. Вот сюда, на эту станцию. Вот так. Затем мы отправляемся сюда. Это у нас, кстати говоря, вокзал. Потом мы ехаем сюда. Так, теперь сюда. Выходим на кольцо. И все это надо будет... Ну, давай. Так. На кольцо вышли. На станцию заскочили. Всем там помахали ручкой. И куда мы уходим? Мы уходим обратно. Вот сюда. Да, между ними станции нет. Поэтому добро пожаловать. Еще одна линия метро есть. У меня опять какое-то достижение. Я теперь сделал, кстати, что достижения видны. Поэтому вот оверлей будете видеть. И это у нас будет. Южная линия. Потому что она по всему югу, по сути, едет. И это хорошо. Тоже меняем ей цвет. Там почему-то всего два поезда. Хотя линия довольно большая. Ну, пускай. 2,7 километра. Теперь нам надо сделать точно такую же, только в обратную сторону. Вот. Иначе это все не имеет никакого смысла. Так. Смотрим. Где у меня там она? Вот она у меня. Только мы теперь едем в обратную сторону вверх. Сюда и вот. Теперь уходим не сюда, по-моему. Да, вот сюда. Вот сюда приехали. Потом вокзал. Или это еще не вокзал? Это еще не вокзал. Ну, короче. Вот сейчас будет вокзал, наверное. Вот он, да. Привет, вокзал. О! О! Люди просто будут счастливы такому обилию поездов повсюду. Вот. Так. Мы возвращаемся вот сюда. Закольцевали. Прекрасно. Смотрим, что там у нас. Это у нас было центральный юг. Это будет CU2. Вот так. И там тоже сколько поездов? Ой, там три уже. UL. Это у нас южная линия. Ага. Это не... Тогда, получается, должна быть UL2. Потому что это центральная южная, которая две станции. Там один поезд. А это UL2. Вот. И у меня, по-моему, поезда кончились нахер. Смотрите. Никто не выходит... А, нет. Вот они. Три. Три поезда. Ну, три поезда... Это, мне кажется, даже мало для такой линии. Сейчас я посмотрю, сколько у меня там их вообще осталось. 15 из 15. Блин. Ну, все. В жопе я. Мне нужно еще депо. Так. Давайте. Надземная ситуация. Нам нужно... Где нам еще депо сделать, ребята? Подсказывайте мне. Кричите в монитор. Может быть, я услышу. Мне нужно еще депо. Что-то оно такое огромное. Я даже не знаю, куда его можно поставить. Ну, у нас еще сюда вот ветка будет ходить. На вот эту станцию. Где она? Вот она. Вот на эту станцию. Давайте я здесь запердолю еще одно депо. Плюс у нас еще будет 15 поездов, да? Да, хорошая идея. Давайте сюда депо поставим. Тут у нас железка. Как-то через... Я ее жепу провел. Поэтому депо, наверное, сюда я вставлю. Я ж тут начал сносить. Если что, да. Вы не переживайте. Я не собираюсь полностью индустрию сносить. Я что-то оставлю. Но в целом, да. Она будет... Уедет куда-нибудь. До свидания совершит. Короче, депо привет. Значит, давайте его соединим. Ну, получается, тут только одно соединение. Я вижу одностороннюю. Вот эту вот историю берем. Вот так. Вот так. И вот так. Есть тут соединение. Теперь нам надо тут подняться будет сейчас. Ну, что там? Высота говно. О-о-о. Я так и знал, что будут проблемы. Плюс 8. Сюда. Потом сюда. Ну, что ты? Сейчас я подумаю. Может, тут получится как-нибудь. Во, смотрите. Плюс 5.2 подъем. Отлично. И нам надо... Ладно, я проведу ее дальше. Чтобы не мешать тупо зданиям. Теперь сюда. И... Теперь вниз. А, не получается. Ну, давай. Не получается. Ну, ладно. Тогда сюда. Тут у нас что-то минус 7.4. Погнали. Не хочет. 3.2. Ладно. Минус 4.5. Минус 6. Вот. Все соединил. Если я правильно понимаю. И когда я прокачаю вот это. Мы получаем здесь 15 поездов. И давайте посмотрим, они поедут вообще или нет. Персонал уже есть. Что прекрасно. Меня интересуют поезда. Поедут. Я нормально соединял. Они смогут сюда вернуться. По идее, должны. Одно транспортное средство на обслуживание. Внезапно. Я надеюсь, что депо, система депо в этой игре работает. Или у меня, кстати, они не требуются пока. Да, давайте маршрут соединять. Значит, давайте теперь сделаем индустрию. Потому что это маршрутка, куда я еще не ездил никогда. И у нас получается вот эта линия. Сейчас я подумаю, как ее интересным образом так запустить. Чтобы она каталась, может быть, даже над землей. Но при этом брала... А давайте с кольца. Слушайте, действительно. Давайте с кольца. Вот смотрите. Вот здесь мы останавливаемся. Затем мы уходим по вот этой ветке. Ну и, соответственно, забираем здесь людей. Тут такое ощущение, что линия... А, все, она уезжает. Все нормально. Затем мы забираем здесь людей. Потом я, по-моему... Да, я свернулся раньше времени. Так, извините, надо заново сделать. Надо было дальше сворачивать. Хе-хе. Но тут интерфейс не очень такой, знаете, дружелюбный. Под прокладку метро. Вот сюда мне надо было сворачивать. И здесь забирать людей. Дальше мы едем по вот этой веточке. Поднимаемся наверх. Приезжаем вот сюда. Забираем здесь людей. Возвращаемся обратно. По этой же линии. Вот сюда. И давайте я немножко упарюсь. И выведу ее на кольцо. Как дополнительный поезд. Или это слишком будет? Мне кажется, это будет слишком. Ладно. Просто если я сейчас ее вот сюда поставлю. Она... Здесь будут пробки. Потому что поезд, который будет здесь стоять. Он поедет в обратную сторону. Видите, в чем дело? То есть мне надо ей сделать какой-то там плюс-минус разворот. Вот это вопрос. Как сделать? Ну ладно. Давайте пока так попробуем. Если не получится, я ее это... Так. Замыкаем, короче. Это у нас индустрия метро. Здрасте. Я ее сейчас как-нибудь там... Давайте она будет просто серые поезда ходить. Такие, знаете, как у американцев. У них метро. Такие прям некрасивые, серые, блестящие паровозики. Паровозики мне не очень заходят. Но самое интересное сейчас узнать. Так, все, тут пятнашка. Поедут ли поезда отсюда? Да, два поезда есть. Все сработало. Можно будет еще добавлять депо. Бесконечно. Вот, индустриальный поезд пошел. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Теперь продолжаем спрокладывать маршруты метро. И это мы еще не добрались нахрен до автобусов. Тут еще автобусов надо херовую гору проложить. Чтобы у меня вообще пупики были в восторге от общественного транспорта. Ну, погнали. Так, значит, вот эту я еще линию не трогал совершенно. Это у нас будет довольно серьезная такая линия метро. Давайте ее вот отсюда начнем. И, значит, мы поехали. Сюда вот приехали. Вот, потом сюда. Это вот как раз те самые лучи, о которых я говорил. Теперь мы... Вот сейчас можно, смотрите, как поступить. Можно ее обратно вернуть, можно ее дальше продлить. Но я думаю, что пускай катается до конца. Да, и все. Че париться-то вообще? Я не знаю, зачем я с кольца делал. Я все-таки что-то замышлял, видимо. У меня был какой-то замысел. Потому что я с кольца делал еще съезды. Вот, значит, мы приезжаем. Ну, давайте навстречку, действительно. Вот сюда навстречку, чтобы не мешать поездам, которые будут по этой линии кататься. По-моему, я классно придумал. И поехали обратно. Сюда вот. Охренеть, у меня поездов сейчас будет. Просто ужас вообще. И вот здесь мы ее финалим. Все, готово. Так, смотрим. Это у нас линия метро 8 получается. Остановок 12. Поездов пока не назначено. Ну, сейчас назначат. Это у нас будет восточная линия, получается. Прям она же по востоку идет. Если я беру за компас вот этот вид, то справа у нас восток получается. Главное потом не забыть это все. А то будет очень обидно. Окей. Значит, проверяем. У меня есть кольцевая линия надземная. У меня есть надземная в Хилдейл линия. У меня нету западной линии. Вот. И вот здесь, по-моему, никто не катается. Да? Или катаются. По-моему, катались. По-моему, не катаются. Да. Вот на этой линии никого нет. Центральная есть. Здесь что-то ездит вроде. Да. Что-то ездит. Да. Получается, у нас две линии осталось. Ну и вот эти, которые вот здесь еще теоретически будут потом создаваться. Поэтому давайте закончим сначала с югом. Потом будем севером заниматься, если отсюда смотреть. Следовательно, тут у нас все гениально и просто. Это у нас первая остановочка. Тут, наверное, будет два поезда ходить всего. Это у нас вторая остановочка. И можно ее даже было бы кольцом сделать. А давайте ее кольцом сделаем. Или не надо. Ну его нахер. Или надо. Я даже не знаю. Наверное, надо. По идее. Таким, знаете, странным кольцом. Сейчас я сделаю ей конечную. И она поедет в обратную сторону, не заходя на кольцо, наверное. Или заходя. Блин, я даже не знаю. До сюда я ее продлил. Потом, значит, она сюда приходит. Там опять что-то горит. Заколебали уже со своими пожарами. Вот сюда. И вот смотрите. Я ее сейчас все-таки не буду ее закольцовывать. Она приедет навстречку. Вот здесь. И поедет в обратную сторону. Таким образом, ей не нужно будет создавать дубликат маршрута. Ну, и это мне так кажется. Я надеюсь, что оно прокатит. Теперь сюда. Это у нас не первая станция. Главное сейчас не обосраться со станцией-то. Вот, все. И здесь мы ее замыкаем. Есть такое дело. Еще одна линия создана. И нам осталось сделать западную. Большую, длинную, такую офигенную линию. Которая будет пронизывать весь остров. Как вот восточная, только западная. И надо эту как-то назвать. Так. Это у нас линия метро 9. Даже не знаю, как ее. Центральная, южная есть. Южная линия просто есть. Это вот внизу, которая идет. Южная 2. Это в обратку идет. А это у нас будет западо-южная линия. Вот. Сразу цвет ей какой-нибудь там. Какой-то обычный цвет. Сколько у нее поездов? Уже 4 поезда. Блин, а у меня хватит поездов-то вообще. Пятнашка здесь. И уже 11 здесь. О, нихера у меня поездов. Слушайте. Мне реально нужно еще депо. Или не одно даже. Я подумаю сейчас над этим. Просто у нас есть вот этот запасной остров, как вы знаете. И можно с ним что-то сделать. Что-то летит. Это что? А, это стрелочки. А, что? А, самолет летит. Боже, я испугался. Блдережа, блин. Начали летать по всему городу. Обалдеть вообще. Так, погнали. Значит, западная. Западный маршрут. Здесь у нас все катается. Это хорошо. Начинается он вот отсюда. Или отсюда. Вот отсюда. И поехали. Вот по этой железной дороге. Метрополитеновская сюда. Тут у нас большой такой длиннющий перегон, который приходит вот так. Тут уже я могу немного запутаться. Мы идем в тоннель. Да. Мы же идем в тоннель или не идем? Мы идем надземным способом. Потом налево. Вот, поехали, поехали. Вот следующая станция здесь. И теперь тут. И теперь тут. Это уже походу конечная, да? Да, это конечная. Поехали обратно. И это мы сейчас юг завершаем. У нас еще север есть. Так что не волнуйтесь. Хватит покататься. Блин, километраж, конечно, просто дикий. Дикий километраж. И мы ее здесь, по идее, должны зафиналить. Но я бы, если честно, доехал бы досюда и потом обратно поехал. Да, давайте так сделаем. Следовательно, мы приходим сюда навстречку. Вот так. И потом мы едем вот сюда вот в институт. Где ты мой сладенький? Вот он. Вот сюда, только навстречку сразу. Вот так. И уезжаем обратно. И кольцуемся вот здесь вот. Замыкаем маршрут. И это у нас будет... Западный маршрут. Прям серьезный такой. Где он? Западный маршрут. 22 километра у него длина. Вот это я понимаю. Сейчас там поездов надо будет просто миллиард. Охренеть. Вот. Восточную и западную линии... А что такое за М? Маршрут. Надо было Л. Линия. Я же это... Индустриальная линия. Я почему-то маршрутами их обзываю. Вот. Короче. У нас там поезда пока 4. Но зато пассажирчики начинают расти. Ну правда пока на южной только. Ну ладно. С этим мы справимся. У нас уже даже пассажиры есть в индустриальной ветке. Это прекрасно. Так. Я чувствую, что депо у меня все. Кончились, да? Да. 15 из 15. Ну что, давайте этот остров превратим в большое такое депо поездов. Метрополитенических. И я покупаю его. Здрасте. Вот. Сейчас давайте его подровняем как следует. Я его сейчас выровняю тут как следует нормально, чтобы поезда там чух-чухали. Хорошо и удобно, чтобы у них все было. И давайте здесь организуем. Что у меня по доходам? Нормально. Доход не сильно падает, потому что депо-то все-таки деньги жрет. И давайте, значит... Что, в ряд их последовательно подключать? Наверное, последовательно, да. Давайте дорогу проведем какую-то сюда. Сюда же персонал какой-то должен ездить. Все это дело. Вот по центру будет дорога. И погнали. Раз депо. Так, а уезжать-то они как будут вообще в эти депоты попадать? Ну, можно сделать кальцо, действительно, да. Давайте я вот так. И третья сюда. Сейчас попробуем все это дело подключить. Сперва мост надо продлить. Какой-то вот построить. Видимо, вот отсюда пойдет у нас мост. Вот. Прямо, что называется. Вот так вот. Ой. Я опять включаю этот режим разработчика. Надо убрать ту надпись в Стиме. Так. Мост есть. Поворачиваем его. Еще корабли эти сраные, боже мой. Удались. За границами города. Ну, ну хоть... Вот прикиньте, ну что за напасть такая? Вот надо... Для того, чтобы удалить, надо купить два квадрата. Этот и вот этот. Этот ужас, кошмар. Все, пока. До свидания. Мне корабли не нужны, не нравитесь они. Они мне не нравятся совсем. Так. Вот сюда поворачиваем. И теперь вниз. Вот. Добро пожаловать. Тут у нас пока персонал. А вот все, пошел персонал. Замечательно. Ну и давайте подключать. Железную дорогу. Значит, у нас будет центральная линия вот здесь. Я думаю, что вот даже тут. Вот тут же есть проходной путь, правильно? Мы их сейчас, естественно, все вот так подключим. Может быть, я между ними сделал маленькое расстояние. Им будет не очень удобно. Но мы сейчас это дело проверим. Вот. И значит, этот центральный путь поедет дальше. В него все будет приезжать. Я думаю. Тут у нас мост происходит. И нам надо его воткнуть, наверное, вот в эту ветку, которая надземная. Чтобы не париться. Поэтому начинаем поворот. Вот до сюда. И тут сюда. И вот сюда. Да. Теперь нам надо придумать, как сюда они будут заезжать. Это уже, конечно, самое такое не очень интуитивно понятное. Ну, вообще-то, можно прям, конечно... Ну, не, это говно, мне кажется, будет. Тут же излом будет сумасшедшим. Мне кажется, просто дичайшим. А такое пересечение возможно? Возможно. Ну, тогда давайте, значит, как мы сделаем? Мы сделаем вот отсюда стрелочку. А, я могу же и так и тут сделать точно. Чего я парюсь-то? Вообще все нормально будет. Мы же... У нас же есть стрелочки, которые вот такие. Тут, конечно, трафик будет дикий. Но... Ну, а что поделать? И вот сюда. Вот. И теперь мы делаем, значит... Это будет туда. А вот здесь будет обратно. Вот. Первое депо соединено. Сейчас отсюда поезда повалят, кстати, по идее. Вот. Делаем, наверное, то же самое. Можно ли мне будет так сделать? Вопрос. Ну, наверное, можно. Если я сделаю вот такую отворотку вот здесь. Вот так вот. И с этой отворотки, собственно, уже подключаться. И тогда вообще никаких проблем не будет. Смотрите. Вот раз. Два. И три-четыре. Вот. Смотрите, а? Я все придумал. Вон и поезда уже пошли. Это зелененькие. Видимо, уже на зеленые ветки не хватает. И здесь то же самое делаем. Готовенько? Ну, давай уже. Сохраняйся. Все, ребята. Поезда пошли. И теперь у меня... Надо только прокачать, да? Чтобы больше-то было. Вот. На тебе. На тебе. На тебе. По десять поездов вообще даже не смешно вообще совершенно. А вот этот путь зачем? Мне отсоединение с ЖД путем. Вот он нахера вообще нужен. Мне вот этот путь. Чисто поржать. Ну, просто есть и все. Я должен счастье испытывать, да? По этому поводу. Ну, ладно. Короче. Оу. По-моему, у нас пробки начались. Или нет? Или они просто все вышли на маршрут и такие... Вперед! Ехай! Что-то они все... Хватит быть зелеными. Где голубые? О, голубой поезд едет. Кто-то там. Там явно задерживает остальных. Там никого нет уже. Там все уехало. Давай заезжай. Класс пробки на метро. А, вы хотели? Вот вам пробки на метро. Продолжаем строительство маршрутов. Западный у нас теперь есть. Теперь нам нужно здесь центральный сделать. Значит, как мы сделаем здесь центральный? Вот у нас тут есть ветка. Вот она сюда уходит. И все довольно просто. Первая остановочка тут. Вторая остановочка в аэропорту. Дай посмотреть-то на тебя. Вот. Затем мы отправляемся на вот эту линию и приезжаем на вот эту остановочку. Это у нас центральная, получается, северная будет линия. Теперь сюда. И теперь вот сюда. Тут, видите, я заблаговременно развел поезда. Теперь они будут разведенками. Обраточку создаем. Вот. Уже игра долго думает. Она уже не может сразу маршрут просчитать. Она такая... О, боже, я не понимаю, что происходит. Слишком много тыкаешь мышкой своей. Выводишь меня из себя. Да. Вообще, в идеале бы, конечно, ее с этим... Давайте я с кольцевой ее все-таки соединю вот здесь. О, боже. Что происходит здесь? Так. Мы уезжать вот будем отсюда, поэтому приходим на эту линию. И уезжаем, зацикливая эту линию. Все. Есть еще одна. И это у нас будет... Центральная-северная линия. По идее. Да. Центральная-северная линия. Я ее тоже перекрашу в голубенький цвет. Все равно там нет ее. Вот сюда букву L еще добавлю. Так. И, по-моему, все, нет? Или не все? Какие у нас станции без поезда? Все с поездами. Я упоротый уже. Я сделал метро. Вот. Использование, конечно, отвратительное. 12% у нас убивает южная линия. И все. Кстати, неплохо. С учетом того, что это центральная. Две остановки вот здесь, которые катаются туда-сюда. И у нас тут, по-моему, пробки происходят. И я вот прям смотрю. Пропускной способности этой станции не даст. Вот что вот он стоит? Ты что стоишь? Поездок. Он еще и не перекрашенный. Линия западная-южная. Ну, и что? Он вообще-то отсюда должен приезжать был. А что ты здесь встал? Что он стоит? Что-то я не понимаю, что с ним происходит. Чувак, что с тобой? Багануло, что ли, что-то? Поехал. А, там стоял с этого. Блин, короче, пропускной способности недостаточно. Это что такое? Санкционные службы. На. Не знаю, чем они помогут тебе, но, короче, держи. В общем, здесь очень много линий. И получается, у нас формируются пробки. Видите? Там уже поезда встали в ряд. У-у-у. Ну, может, разъедутся как-нибудь. Ну, и чем мне делать с этим, а? Пробки сраные. Как-то время стоянки уменьшить, увеличить нельзя. Ты что, встал? А, он сюда же едет, да? Он сюда же едет, ребята. И формирует из-за этого проблему. На этой станции, кстати, должно быть нормально... Вот, 56 пассажиров на остановке. Хочу туда углубиться, вот хочу. Как хоть это выглядит? О, вот это класс. Вот это класс. Вот это мне нравится, да. Вот этот поезд, который оранжевый, он ждет вот эту линию. Когда освободится. Я надеюсь, что со временем все это как-то вот... Раз это самое, раскочегарится. Потому что сейчас оно все стоит. Они до стрелки доезжают и ждут, когда у них путь освободится. Это круто, конечно, да. Но пока никто никуда не поехал. Кто-то куда-то поехал. Интересно, кто куда вернется. Вот мне хочется глянуть на Хилдейл. Что я могу с тобой сделать? Хилдейл. Как-то мне говорили, что ее можно редактировать, эту линию. Но я, если честно, не очень понял. Да, южная линия. Почему-то. Там уже почти до горизонта поезда-то стоят. Так, этот уехал. Может, я поездов слишком много сделал? Может, количество поездов уменьшить? Они, в общем-то, довольно быстро катаются. Таким образом, я подниму эффективность линии. Слушайте, это идея. Например, давайте посмотрим на Хилдейл. Использование 3%. 3% это ни о чем. Поездов там 4. Давайте уменьшим до 2. А что бы нет? Первая пошла. Сейчас будем оптимизировать станции тогда. Следующая у нас восточная линия. 4 поезда. Использование 4%. Это вообще ни о чем. 2 поезда. Вот. Едем дальше. А ты сохранилась вообще, нет? Да. Назначенные транспортные средства 2. Окей. Западная линия. Вообще 0%. Поездов 6. Ну, давай 2. А, только 3 минимум. Интересная ситуация. Ну, хорошо. 3, так 3. Меньше не получается. Так. Тут у нас поездов 4. Мы их сразу до 2 снижаем. Не надо нам столько. Это у нас было за Ю и Л. 3 поезда. Вот здесь, по идее, еще до 1 можно убрать. Не до 2 только. Ну, ладно. Так. Кольцевые я трогать не буду сразу. Говорю. Центральная северная линия. У нас там 3 поезда. Мне кажется, это много. Давай нахрен один. Если... Тут же... В чем фишка? Когда ты видишь, что использование маленькое, увеличивай количество транспорта. Уменьшай, вернее. Тогда использование, по идее, будет возрастать. Потому что количество пассажиров будет делиться на количество поездов. Наверное. Это так работает. Я не знаю. Или на количество свободных мест в поездах. Ну, короче. Эту я убрал. ЦУЛ. У нас 1 поезд. Почему здесь 1 поезд? Я так и хотел. Я так и хотел, видимо. 1 из 2. Ну, это потому, что там 2 станции. Вот поэтому он уменьшился. Здесь сохранилось же, да? 1 поезд. Все нормально. Так. Южная линия. У нас там 3 поезда. Мы их сразу... Вообще 1% использования. 1 поезд вам. Перетопчетесь. И самая нижняя. Южная линия 2. И это у нас в обратную сторону. Соответственно, мы... Вот это я, кстати, зря делал. Мне кажется, надо было изначально делать вот обратку по той же самой линии. Правда, это они немножко тормозят. Но сейчас оно должно, по идее, заработать. Потому что поезда-то уменьшились. Их количество, по крайней мере. И, по идее, сейчас будет работать хорошо. Вот, господа. У нас появилось метро. Полное теперь... Полнейшее, я бы сказал, метро. И теперь у нас Хиллдейлс метро. И домики тут заброшены. Это офисы уже начали забраться. У меня что-то с офисами. Какая-то... Какая-то просадка дикая получилась. Да. И давайте закрепим, значит, замечательные наши... Вот эти вот достижения. Прокладыванием огромного кольцевого поезда. Который поедет... Вы сейчас охренеете как? Это у нас чего? Это у нас метро. А почему я здесь делал что-то... А, это у нас грузовые. Только поезда ездят. Ну, ладно. Короче, пассажирский поезд. Не знаю, какой пока у него будет номер. С платформы... С платформы 3. Или... Ну, да. Давайте, допустим, с платформы 2 в третий путь. Отправляется. Сначала в Хиллдейл. Мы тут можем же проехать, да? Вот эта дорожка соединена. Да, мы можем вот сюда проехать. И, значит, вот мы едем. В Хиллдейл. На первый путь, соответственно, приходим. Давай. Ну, давай. Прикиньте, он путь не может проложить. Ну, я все еще жду. Во. Просрался. Дальше мы едем, естественно, на этот вокзал. На первый путь. Давай. Как он долго думает, ребята, о пути. По-моему, у него все, мозги вскипели. И, значит, поехали. У нас вот здесь вот где-то будет вокзал. Привет. Встаем на первый путь. Здрасте. И мы едем в индустриальную зону. Вот сюда. О, сюда уже тут что-то катается. Давайте тогда на третий путь, вторую платформу. На. Я помню, там у меня какой-то поезд из провинции ездит. Но я его не буду удалять пока. Мы потом, если что, его снесем. Так. Ну, вот, да, видите. И у меня еще тут путь занят, получается. Ну, ладно. Давай на третий путь пока. Я, если что, потом, когда удалю лишние линии, я это дело переделаю. И мы возвращаемся... Вот сюда. Вот сюда. Давай. Замкнись. Спасибо. Есть у нас большой ЖД-маршрут. И, в принципе, можно сделать кольцевой. Только я не знаю, хватит ли у меня поездов. У меня же ведь депо-то не резиновое, как вы понимаете. 10 из 10 на маршруте. Хм. Что-то мне это напоминает. В общем, это... Поездами будем заниматься, скорее всего, уже в следующей серии. Главное, что метро я запустил. Метро катается. С говном тоже надо что-то придумывать. Ваши предложения вниз. Под видос. Пишите. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Услышимся в продолжении. У нас еще есть куча незавершенных дел. По кусечке.